ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Елена Скрынник, которая, казалось бы, вот она не находится под уголовным преследованием. Она проходила как свидетель по некоторым делам. Но, тем не менее, партия посчитала ее поведение недостойным высокого звания члена Единой России и исключила. И мы поговорим, почему, с какой стати, что такого, чем она провинилась. Все-таки это Елена Скрынник, бывший министр сельского хозяйства. Я представляю вам гостей программы. С нами Андрей Сухотин. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Андрей, корреспондент отдела расследования «Новой газеты». И я сразу представлю следующую тему. У нас два события сегодня в одной передаче. Мы обсуждаем также сенсационное заявление Йозефа Блаттера о том, что не так все чисто было с чемпионатом мира по футболу 2018, который будет проведен в России. Как это представляет Российская Федерация и как хочется, наверное, представлять российским болельщикам. Это вторая тема, второй скандал, который мы обсудим сегодня. И с нами на связи Роман Шлейнов. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Роман, редактор, представляет отдел расследования газеты «Ведомости», которая в свое время выступила с очень громкой, с невероятной, вот такой разоблачительной статьей в адрес Елены Скрыни, когда еще никто, в общем, не решался поднять голос против министра сельского хозяйства. Поговорим, почему и как, и что было дальше. И 8 800 222 12, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели и зрители, по которым мы просим вас ответить на вопрос, вот как вы считаете, когда партия «Единая Россия» старается очиститься от таких членов, как министр сельского хозяйства, запятнавшая себя счетами в швейцарском банке. Это точно совершенно, что у нее есть счет, я не знаю, криминал это или нет, это мы поговорим с гостями, но вот как вы считаете, свидетельствует ли это о некоторой попытке быть честными чиновников этой партии? Мы, не членов этой партии, часть которых является, большая часть которых является чиновниками. Вот что вы думаете об этом исключении показательной порки Елены Скрынник? Ну вот, кстати говоря, Андрей, вы когда-то сталкивались с ситуацией, когда из партии «Единая Россия» исключают за то, что человек запятнал себя участием в каких-то махинациях, в каких-то... Это из серии «Прокаженные», да? Да, да, да. Вы знаете, я, если честно, сейчас тоже не припомню, хотя абсолютно убежден, что такие моменты были. Он был в партии, это его из Думы. Да, да. Такие моменты были. Ну, о чем это говорит? Я думаю, с политической точки зрения о том, что фактически партия «Единая Россия», а, возможно, и российское государство таким образом лишает ее, госпожу Скрынник, неформального иммунитета перед Западом и говорит о том, что мы не будем тебя защищать на международной арене. Берите. Во-вторых, продолжается курс на нациализацию элит. Вы помните, да, Владимир Владимирович заявлял о том, что у вас есть возможность перевести все свои активы на территорию страны, а те, кто не успел это сделать или не захотел по каким бы ни было причинам, могут предстать перед лицом западного правосудия, опять же, без защиты со стороны российского государства и уполномоченных лиц. И, в-третьих, не стоит забывать, что госпожа Скрынник, она не хуже и не лучше, чем большинство ее коллег по Кабмину на тот момент, и, может быть, даже на текущий момент, и других представителей госслужбы, чиновников категории А. Просто она стала жертвой некой политической игры о правилах, которые мы все прекрасно знаем, но о фигурах в рамках этого дела, наверное, рассуждать мне не совсем правильно, поскольку я не знаю глубинные процессы именно по этому делу. Но совершенно точно, что это имело место быть. Мы помним тот знаменательный скандал. С другой стороны, вот, по-моему, слушайте, вот на фотографии замечательно сейчас у вас на экране Елена Скрынник рядом с Анатолием Сердюковым, да, находится? Ну, конечно, тогда их дела как-то шли в какой-то связке. Да, 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 да. Я думаю, что, возможно, госпожа Скрынник, как и экс-министр обороны, в скором времени получит какой-то пост, может быть, в государственной кампании, может быть, даже в Кабмине. Ну, ладно, сначала ее образцово показательность включают из партии. Кто же его знает, министра обороны у нас полоскали по всем федеральным каналам страны на протяжении определенного периода времени. И тут очень серьезные параллели, мне кажется, очень симптоматично, что и Скрынник, и Сердюков проходили по делу. Ну, Сердюков, он хотя бы в качестве свидетеля. Скрынник, в принципе, там отсутствует. Если мы посмотрим на актуальное состояние уголовного дела, там она эпизодически где-то проходит. По-моему, так было, да? Да, она проходит свидетелем, но довольно громким. Благо, да, у министра обороны активов, у экс-министра обороны активов на территории швейцарской юрисдикции не нашлось, но госпожа Скрынник, по всей видимости, поступила менее честно, хотя бы по понятиям. Я думаю, так. Роман, вот здравствуйте еще раз. Ваша газета была вот в первых рядах тех, кто объяснил миру, кто такая Елена Скрынник, и почему следовало бы, наверное, заинтересоваться тем, что она делала на посту вот этого Росагролизинга. Скажите, пожалуйста, вот самый главный вопрос возникает такой. Мы эти скандалы наблюдали, начиная с ней, с ее участия, начиная там с 2011 года, когда, если вообще не с 2009, там с 2009 уже начались, да, правильно я говорю, какие-то претензии к этой компании? В 2009, да, Ром? Да, где-то примерно с того времени, но нужно вспомнить, что этот период тянется давно, достаточно даже в 2003 год. У нас об этом писал наш обозреватель газеты ведомства Ринат Сагдиев, и, собственно, он как раз обратил внимание на целый ряд компаний, британскую компанию, если мне не изменяет память, да, которая поставляла элеваторы в адрес Росагролизинга, и учредителем этой британской компании была, собственно, госпожа Скрынник. Вот, и Росагролизинг потом поставлял впоследствии эту продукцию крестьянам, да, тем, кто должен был использовать эту технику и эти ресурсы. Точно так же там упоминался брат, госпожа Скрынник, который поставлял Росагролизингу КАМАЗы, ну, в общем, технику. И там речь шла о достаточно большой сумме, если мы говорим в целом о восставках, порядка 39 миллиардов рублей, да, и на структуры госпожа Скрынник приходилась где-то треть этой суммы, да, да, то есть это период времени до ее назначения министром, где-то там с 2002 года. Собственно, весь, вообще вся проблема-то, я не знаю, назначат ли ее, действительно сложно гадать. То есть, Роман, подождите, давайте мы начнем вот по порядку. Давайте начнем с того, что ее назначали министром, зная, что за ней уже тянется некий вот такой шлейф из этого Росагролизинга, да? То есть знали, прекрасно понимали. Ну, может быть, об этом и знали, но об этом знали, может быть, где-то глубоко в среде оперативников, да, оно же никак не... Не проинформировали председателя правительства об этом. ...в большое публичное пространство, да. А теперь это все несколько по-другому. Плюс еще, да, совершенно правильно отметил там собеседник наш, что, значит, одно дело, когда все активы находятся в России, и человек находится в России, и совсем другое, когда человек живет, а и бизнес-клиник уже достаточно давно, находится, если я не ошибаюсь, во Франции, да? Во Франции, да. Вот, и, собственно, счета, которые были заморожены банковские, они тоже не российские, они находятся в Швейцарии, и это несколько усложняет всю ситуацию, потому что объявлена компания о национализации элит, да, и тут выясняется, что некоторые элиты, хоть и бывшие, они не находятся в стране. Но, к слову говоря, мы же вот напоминали о том, что Россия не очень, и не всегда помогает в расследовании этих уголовных дел за рубежом. Там же два уголовных дела в Швейцарии сейчас. Одно из них посвящено, собственно, вот этим средствам, связанным со скрынью, как утверждается, да? А другое уголовное дело, это заместитель министра сельского хозяйства господина Бажанова, да, Алексея Бажанова. Вот, и если в случае с Бажановым дело было инициировано в России, и Российская Федерация, и Следственный комитет сотрудничают с прокуратурой Швейцарии в этом вопросе, то, как отмечают, опять же, швейцарские прокуроры, в случае со скрынью, они ответов никаких из России не получают. Непонятно, с чем это связано. Не знаю, что тут является причиной связи ли госпожи Скрыни, потому что она достаточно, в общем, имеющая серьезные знакомства в России, в политическом пространстве человек, несмотря на то, что некоторое время уже пребывающие из рубежа. Ну, вот смотрите, Роман, я хочу, вот, пытаясь понять одну вещь. Вскрывается тот факт, вот, вскрывается тот факт, что в 39 миллиардов, в хищении 39 миллиардов рублей обвиняет следствие, подозревает следствие ее компанию, Елена Скрынник начинает вызывать на допросы. Вы помните, мало того, мало того вызывать на допросы, Аркадий Мамонтов посвящает ей часовое расследование. А что такое Аркадий Мамонтов? Это, ну, слово заказы Аркадий Мамонтов, это как бы совершенно вот близнецы-братья, да? То есть он не просто так против высокого чиновника сделать программу, он не будет этого делать. То есть совершенно очевидно, там же фигурирует Сердюков, совершенно очевидно, что это как-то увязано, что это в рамках кампании по выявлению нечистых на руку чиновников. И после этого она пишет слезное, по-моему, письмо из Франции, что вы со мной делаете, как вам не стыдно, у меня дети. После чего все абсолютно уверены, что она не приедет из Франции в Россию давать показания, но она приезжает давать показания, проходит как свидетель, уезжает снова во Францию, и все затихает. Вот, Роман, правильно я говорю, что все абсолютно, все эти цифры, все эти неправильно данные кредиты, какие-то фирмы, которые она якобы там записывала на свой счет, вот вся та пачка бумаги, которая сейчас лежит передо мной, и все, что ей инкриминировалось, оно как бы рассасывается, и проходит вот сейчас 2015 год. Мы прощаемся с Еленой Скрынник в 2013 году, проходит два года, и вдруг в начале этого года, как я понимаю, все начинается сначала именно из-за того, что швейцарский банк обнаружил 61 миллионов долларов Елены Скрынник на своих счетах, правильно? Если бы не обнаружил, все бы так рассосалось, как будто бы не было этих 39 миллиардов, так? Я думаю, в Швейцарии тоже расследование идет достаточно давно, просто они, наконец, вышли на какую-то финальную стадию, поэтому об этом говорят. А может быть, они говорят об этом, потому что как раз не получают никакой помощи из России, им ничего не остается, кроме как обзывать к публике, да, и эту информацию надо делать публичной. В любом случае, мы же помним огромное количество случаев, когда российские руководители или госкомпании, российские или министры сначала попадали под следствие, оказывались под огнем, а потом плавно из-под огня уходили. Все зависело от того, как они решали этот вопрос либо с первым лицом, либо со следствием. И что там далеко ходить? Был, допустим, министр Адамов, давайте будем вспоминать совершенно давние времена, министр по атомной энергии Евгений Адамов, которого долгое время депутаты Госдумы пытались призвать к ответу за какие-то там бизнесы. Как комиссия Госдумы тогда писала. В итоге в России никакого расследования долгое время не проводили. Расследование провели в США, где подготовили обвинительное заключение, после чего Адамов арестовывали в Швейцарии. Из Швейцарии его затребовали в Россию после того, как уже в России спустя много лет было возбуждено уголовное дело по поводу неких акций. На самом деле, как мы знаем, там вопрос не стоял в том, чтобы какую-то справедливость в отношении Адамова, что какая-то справедливость в его отношении восторжествовала. А речь шла всего лишь о том, что люди, которые действовали в тот период, когда он руководил министерством, получили некие активы. И вот новые руководители хотели эти активы вернуть. И поэтому давили на бывших руководителей министерства этими уголовными делами. Когда вопрос был решен, активы были возвращены или договорились как-то полюбовно расстаться, тут же все претензии минимизировались. Да, вот такая картина возникает после того, как мы наблюдаем за шагами судов, в этом случае следствия и всего прочего. То есть буквально как договоришься, как договоришься, так оно и пойдет. Понимаете, люди попадают под давление, а потом из-под него уходят, видимо, просто потому, что происходят некие договоренности. Дальше пример, как уходил господин Ваня Шток из Транснефти. Это руководитель Транснефти был, много лет возглавлял компанию. Тоже ведь провели проверку. Он на газете ведомости сам говорил о том, что, вы знаете, ко мне приходили люди, я беседовал с большими людьми в погонах, и они сказали, знаешь, если против себя тут проверку начнут, мало не покажется. Проверят так, что найдут очень много. И он как раз возражал против него, говорил на то, что ничего обо мне искать. Но, тем не менее, проверка-то была, и результаты-то были потрясающие, ведь они пришли к выводу, что компания, которая занималась строительством трубопроводов, она взяла деньги, значит, взяла залог, ну, как можно сказать, изначально, взнос, да, вот первая компания, государственная делала в рамках этого проекта, и фактически построила очень мало на эти деньги. Прошел срок, все сроки, которые должны были соблюдаться, прошли, знаменитый трубопровод не был готов к тому времени. И тогда возникли вопросы, тогда стали интересоваться, а что же там стоит за этой компанией, и пришедшие на смену Ваня Штоков господин Токарев, да, опять же, внутри в газете ведомости говорил, что очень странная система, когда контракт был отдан фирме, не имеющей своих ресурсов, которая потом наняла китайских рабочих, да, которые за какую-то копейку, буквально, строили этот огромный трубопровод, который должен был быть построен за миллиарды. И где же дельта села? Сдавались люди вопросы. Но ничего не случилось. Призошла проверка. Проверка, несмотря на то, что вот Алексей Навальный обнародовал документы проверки, потом счетная палата значит, сказала, что это все предварительные результаты, значит, ничего за этим не стоит. И все это закончилось, когда Владимир Владимирович Путин выступил и сказал, что, вы знаете, если бы там что-то было, люди давно бы уже сидели. И все этим ограничились. То есть, совершенно явный был, была ситуация совершенно явного давления на бывшего топ-менеджера госкомпании. Возможно, его было за что преследовать, но мы это никогда не узнаем, да, поскольку у нас нет реальных документов. А те люди, которые должны были заниматься проверкой, они смотрели в рот первому лицу и ждали, какое решение он примет. Если с первым лицом договорились и никаких проблем нет, значит, дальше у этого топ-менеджера проблем не возникает. Если человек не договорился с первым лицом или с его окружением насчет того, чтобы уйти хорошо и красиво, оставить все ключи, я не знаю, сдать все, все объекты в нормальном состоянии или передать нужным людям, если этого не возникло, значит, да, возникает преследование и дальше с уголовными делами, с песнями, шутками, прибалутками по центральному телевидению. Впрочем, одно другого не исключает, ведь центральное телевидение может быть способом давления. Сколько вы передач видели о Сердюкове? Да, видели очень много, вот в том-то и дело, вот я и хочу спросить, теперь Андрей, Андрей, вот смотрите, я просто прошу, чтобы вы попробовали объяснить нам логику в некоторых действиях, например, партии «Единая Россия», хотя это странно, у вас об этом спрашивают, но это очень любопытно. Смотрите, мы уже вот перечислили, да, что 12, вот они идут вдвоем с Сердюковым, такая пара, Скрынник и Сердюков, у них одинаково их преследуют, Мамонтов, одинаково, все считают, вот просто все эксперты и наблюдатели считают, что они сейчас вдвоем сядут прям чуть ли не в одну камеру, как-то это все параллельно развивается. Потом это также параллельно начинает рассасываться, никакого Сердюкова не сажают, Скрынник, соответственно, уезжает, два раза сходив на допрос, спокойно уезжает во Францию, они их забывают, они и забывают, его трудоустраивают, и вдруг, вот как только швейцарская прокуратура говорит, что найденный 61 там, швейцарский банк сначала обнародовал данные о счетах своих клиентов, среди которых была Скрынник, прокуратура говорит, что мы разбираемся швейцарской в происхождении этих денег, сама Скрынник говорит, что да ничего, я не знаю, это вообще не мои деньги, отстаньте от меня все, российская прокуратура хранит молчание и не говорит, что она работает в кооперации со швейцарскими коллегами, зачем Единая Россия исключает ее из партии за компрометирующее действие в отношении, вот, все той же партии, для чего, с учетом того, что против нее реально не выгоднены? мы уже этот ответ частично предположили, мы его не можем совершенно точно найти в первой части нашего разговора по поводу того, что все-таки активы за рубежом она сохранила, более того, она покинула территорию страны, но давайте... но ведь это было давно, почему ее было не исключить там? давайте два момента ключевых, ну, потому что ребенка наказывают не потому, что он курит, а потому что обнаружили, что он курит, давайте два момента ключевых, на этого ребенка столько уже было обнаружено за эти годы, ну, не знаю, обнаружили, по крайней мере, в России, где можно процесс регулировать, Роман совершенно точно сказал о наличии двух уголовных дел, по-первых, есть предикатное преступление, то есть есть, есть квалификация хищения на территории страны, есть конкретное обвиняемое лицо, и поэтому проще другим государствам, скажем так, вменять отмывание денежных средств, и поэтому идет совершенно четкая в рамках международного права кооперация между правоохранительными органами двух государств. В случае со скрынник, и это, кстати, очень важный индикатор, почему это важный индикатор, потому что он показывает, что никто сегодня из элит нынешних, бывших, каких угодно, не застрахован от этой ситуации. Вы вспомните, когда швейцарские правоохранительные органы, Швейцария, это все-таки такой налоговый рай и абсолютная тайна ваших капиталов, до последнего времени. До этого я вспомнил на территории СНГ только случай с Гульнарой Каримовой, Роман прекрасно знает, потому что он в рамках консорциума, по-моему, работал по этому эпизоду. Вот сейчас, сейчас Швейцария, по сути, показывает, нам не надо, чтобы вы обвиняли своих чиновников в коррупции, мы сами можем вменить отмывание денежных средств на территории нашего государства. Но тут ключевое отличие той же госпожи Скрынник от Сердюкова, потому что у него-то за рубежом ничего не нашли. А у нее все открыто? Вернее, как? Не все открыто. Про эти счета никто не знал. У нее есть там активы, да. Активы, но про этот счет, конкретный денежный счет с конкретной суммой никто не знал, конечно. Ну, возможно, это такой некий посыл, что, господа российские чиновники, ваше преследование и обнаружение ваших активов, это вопрос времени. Вопрос времени. Я просто не помню. Но вы согласны со мной, Андрей, что все-таки для той же Единой России, извините, что я так всерьез, я считаю, вы понимаете, в чем наша с вами проблема? Миллион сыграл в свою роль. Мы с вами сейчас несколько в другом направлении идем. Мы почему-то отталкиваемся от Единой России. На самом деле, я вас уверяю... Это симптоматично, это любопытная история. Я не хочу политический характер операции обсуждать. Я просто говорю о том, что для госпожи Скрынник гораздо менее важно, что Единая Россия исключила ее из собственных рядов, нежели то, что швейцарские правоохранительные органы арестовали ее авуары. Понимаете? Это гораздо менее важно. Для нее важно было сохранить свой финансовый потенциал. но вы в начале разговора сами объяснили нам и слушателям, почему это для нее может быть важно. Потому что снимают российское государство, вы же сами это прекрасно сказали, показывают, что все. Понимаете? И получается так, что ты засветилась, ты подставилась, до свидания. Российское государство не ей показывает. Российское государство на ее примере показывает всем. Но это мое мнение оценочное. А правильно я думаю, что вот смотрите, почему сейчас, вот я срежу этот вопрос, почему сейчас, то есть пока ты не подставилась, все хорошо, ну мы тебя тоже не трогаем, но ты подставилась, ты засветилась в этой истории, все, мы, ты нас простил, мы должны от тебя отмеживаться. Я не знала о том, что 61 миллион находится у нее там. Мы спрашивали сегодня на улицах прохожих, вот о чем свидетельствует вся эта история. Давайте послушаем, что они отвечали. Как вы считаете, насколько честны остальные чиновники Единой России и являются ли случай с Крынник исключительным? Нет, я думаю, это не исключение и таких людей достаточно много. Нет, ну если говорить серьезно, то конечно, это не исключение, потому что то, что делает фонд Навального и какие фотографии они выкладывают, что они публикуют, говорит о том, что это система и что как бы это совершенно не исключение из правил. Я думаю, что это показательный, не исключительный. Поэтому в целом я считаю, что это совершенно естественно для партии Единой России. То есть все знают, что коррупция просто поедает практически все, начиная, ну не с двухтысячных, а начиная еще раньше и еще раньше. Нет, думаю, что это не исключительный случай. Мое мнение таково, что очень многие чиновники нечестны. Им так удобно быть нечестными там. А от нас, простых людей, мало что зависит. Ну, наверное, есть разные, есть честные, есть нечестные, наверное, так везде. Так как все люди, есть люди честные, а есть люди нечестные. А каких больше? Не знаю. Ну, я не думаю, что этот случай является исключительным, потому что подобных историй за последнее время было, ну, немало, так скажем. Поэтому я не думаю, что это единичный какой-то случай. Есть люди, которым дорогая честь страны, которые что-то хотят сделать, чтобы после них осталось доброе имя. А кто-то работает на себя вот так же, как скринник. Денег. Ну, я не знаю, как помягче сказать. Вот. Выводят за границу, потом вывозят туда семью и живут припеваючи. Ну, в общем-то, про чиновников пока что ничего хорошего сказать не могу. Ну, я не думаю, что у нас вообще где-то, когда-то, да в любых странах нет честных политиков. Вы думаете, что все там такие, как скринник сидят? Конечно. И пример тот же у нас министр обороны Сердюков, который также у нас прекрасно всю у нас армию нашу разворотил, что у нас сейчас восстанавливает Шойгу и прочее, прочее. Я думаю, что этот случай совершенно не исключителен. А какой он? Типический? Типический. Скорее, да, чем нет. И все чиновники Единой России такие? Или не все? Я думаю, да. Каждый, каждый вороны? Ну, может быть, не каждый, но процентов 50 точно. А верите, что у нас в Единой России все честные? Верю. А почему так верите? Ну, потому что это партия, которая поддерживает Путин. Как вы считаете, насколько честны остальные чиновники Единой России и является ли случай с Крыньяк исключительным? Я думаю, что не является исключительным, раз остальное установит суд, как говорит наш президент. Вот, да, ну, вы послушали мнение. Я благодарна нашему корреспонденту Святославу Леонтьеву, что он нас познакомил с таким неологизмом типическим. Мы будем знать теперь новое слово в русском языке. Но очень хорошо, что мы услышали такой спектр мнений. Ничего удивительного нет, правда, Андрей, в том, что мы услышали примерно так люди. Позиция монолитная. Позиция такая монолитная, что да, в общем, они все такие. И весь вопрос опять же в отмашке. Вот я, Роман, давайте вам адресую некоторые вещи, которые писала газета «Коммерсант» в 2012 году. Они очень любопытные. Смотрите, что говорили о деле «Скрынник». Обилие скандалов, накопившихся за время работы ее в Росагролизинге, говорит о том, что повод заняться экс-министром и силовиков был очень давно. Более того, в частных беседах следователи МВД еще после выхода статьи «Видомостях» признавались журналистом правозащитникам, что им все изложенные факты известны. Но отрабатывать по ним мы не можем. Теперь же отмашка работать по «Скрынник» явно получена. Вот я подчеркиваю, это 2012 год. А почему получена отмашка? Предполагают газеты «Ведомости» вот что. Люди в силовых структурах, знакомые с расследованием по делу Росагролизинга, связывают его с именем Виктора Зубкова, бывшего вице-премьера по АПК в правительстве Владимира Путина. У «Скрынник» с Зубковым отношения не сложились с самого начала. И он, якобы, по свидетельству источников этой газеты, может быть причастен к этой нынешней атаке на экс-министра, потому что у них не сложились деловые отношения. Самое смешное во всей этой истории, что Зубков же также считается причастным к атаке на Сердюкова, но совершенно по другой причине, по личной, потому что Сердюков ушел от своей жены, которая была дочерью, Виктора Зубкова. Это просто смешное нелепое совпадение, но тем не менее это факт, что вот два дела, которые шли одновременно в одних и тех же телевизионных программах, связаны с личностью Виктора Зубкова. Тем не менее, говорилось источником тогда газеты «Коммерсант» в силовых органах, что задачи посадить «Скрынник» нет, что дело все-таки политическое. И тут шли два процесса. Один процесс это желание Владимира Путина показать, что ведется борьба с коррупцией. Смотрите, Владимир Путин сообщил на закрытой части на встрече с дискуссионным клубом «Валдай», что обществу скоро будет продемонстрирован пример реальной борьбы с коррупцией. А дальше дело выбрать тех, с кем будут бороться. Дело ближайших соратников Владимира Путина назначить тех, с кем будут бороться. И вот Виктор Зубков, судя по тому, что я читаю, я делаю такой вывод, Роман, может быть, вы поспорите, но Виктор Зубков назначает главными коррупционерами, с которыми сейчас проведется показательная операция, вот этого своего бывшего зятя и вот эту женщину, с которой у него плохие деловые отношения. Вот это то, что я логически это вытекает из этих статей. Но поправьте меня, если я ошибаюсь. Нет, я не думаю, что там все так просто, никогда исключительно личные мотивы не руководят такими людьми, когда принимаются большие государственные решения. Личный мотив может помочь, допустим, не оказывать покровительства, когда вдруг человек начнет падать, или не сказать нужного слова в защиту, когда это потребуется, но никак не быть основной причиной. Так не бывает. основная причина всегда глубже. Основная причина всегда измеряется миллиардами и крупными активами, измеряется противоречиями по поводу того, куда пойдет государство и какие решения будут приняты. Никак не простой ситуации, кто с кем развелся. А вот подождите, подождите, а вот Андрей говорит, что он не согласен. Скажите, Андрей. Это всего лишь мнение. Я считаю, что личные мотивы вполне могут служить основанием а все остальное поводом для каких-то внутренних разборок. Давайте все-таки не забывать, что любое уголовное дело против высокопоставленного лица это результат некой аппаратной борьбы. Причина в чем аппаратной борьбы? Ведь надо понимать, что этот государственный аппарат он не монолитен. И зачастую один вице-премьер ненавидит другого, один министр ненавидит другого. Да, это может идти вкупе. То есть никогда одно может не исключать другое. То есть борьба за финансовый поток и борьба против человека, который тебе не шибко симпатичен, это может иметь место. Но я, допустим, знаю некоторые случаи, правда, другие там отраслевые аналоги, когда люди всячески просто пытаются затопить одного госслужащего, не самого маленького, тоже находящегося в Кабмине только потому, что он им не нравится, неприятен, и потому, что он зачастую позволял себе не самые лицеприятные высказывания как в лицо, так и за глаза перед первым лицом. Вы знаете, это... Это, кстати, касается Виталия Мутко, о котором мы тоже, может, поговорим. А мы сейчас поговорим. Да, у нас вот сейчас мы... Да-да-да-да-да. Мы сейчас завершаем, но я хочу сказать, что мне-то тоже кажется, что это совершенно логично. Вот смотрите, объявляю... Вот послушайте, что говорят люди на улице. Они говорят, они все такие. Давайте поверим, допустим, людям на улице. И будем считать, что ни одна Елена Скрынник и ни один министр обороны, бывший, как-то могут быть с чем-то таким связаны. Давайте им поверим. Допустим, что не двое их, а четверо или пятеро, а не дай бог и шестеро. И вот объявляет Владимир Путин, что борьба с коррупционерами сейчас будет продемонстрирована вам на наглядных примерах. И почему Роман не может... Вот человек доверен на лицо Владимира Путина, руководствуясь своими личными представлениями о том, кто бы мог быть выбран этой жертвой, эту жертву назначить вот исходя из этого. Что тут такого-то? Это, по-моему, совершенно нормально и логично. Не обязательно совсем бороться по бизнесу. Можно просто подобрать человека, исходя из того, как ты к нему относишься. на приоритеты и рациональные причины. Уверяю вас, там не существует простой такой мысли, что мне не нравится, давайте я с ними бороться. Слишком много на кону стоит всего. Эти связи очень многим, очень много приносит человек. И как бы человек не выглядел, как бы они лично не относились друг к другу, основная там мысль не в этом. Основная мысль всегда касается больших решений. Основная мысль всегда касается больших активов. И если человек не нравится даже, но он в данный момент союзник, то хоть тысячу раз он будет ненавистен, но с ним будут иметь дело и приходить с ним на день рождения и кланяться ему в ноги. Лишь бы, значит, поддерживать этот союз. Не стоит здесь разговор вообще о личностях. Это намного больше. Кто стал бенефицаром от этого? Скажи, вот выгнали возбудили дело против скрынник, выгнали ее, а кто? Кто стал выгодоприобретателем от ее увольнения и от ее уголовного преследования? Вот если ты скажешь кто, тогда мы получается поймем, а кто этот кусок пирога забрал. Нет, пока мы сейчас на данном этапе не знаем, кто там конкретно что выиграл, потому что речь-то идет уже о давнем, достаточно давнем событии. Нет, извините, пожалуйста, дорогие коллеги, можно я вас на секундочку прерву и процитирую газету «Коммерсанты», как бы в суд на меня поэтому, наверное, не подадут. Сотрудники Следственного комитета отмечают, что генпрокуратура инициировала проверки в 2009 и 2010 годах в отношении Росагролизинга, а выгодополучателям так или иначе оказывался Зубков. Поэтому, простите, но здесь прямая есть, вот проследили коллеги из другого издания, прямую связь, бизнес-связь его с этой историей. Ну вот, что тут? Не знаю, не знаю. Сейчас у нас министр Ткачев, я никогда раньше не слышал, что они являются... И потом, Роман, вот вы говорите о том, что все сложнее, Роман, да, именно, все сложнее, все может быть связано на бизнес, как можно там топить человека, если ты с ним связан по бизнесу. Так здесь бизнес-конфликт указывается другими коллегами, что у них был бизнес-конфликт у Скрынник и у Зубкова, поэтому почему было бы ее не притопить? Что тут такого? Я просто не люблю заявления, которые не подтверждены конкретными фактами о бизнесе, где бизнес-конфликт существует. Я ничего такого пока не вижу. Согласен полностью. Вот, наверное, они пока из того, что мы читаем, вот их взаимоотношения основывались на том, вот это предположение основано на том, что она была министром сельского хозяйства, а он курировал отрасль, которой она занималась, и тут у них были конфликты. Ладно, давайте, поскольку действительно не знаем, вот я процитировала коммерсант, будем доверять коллегам, что они, наверное, понимают, что кроется за этими словами, но тем не менее, вот было и такое предположение, что конкретно стоит за этой компанией, Виктор Зубков конкретный человек, в то время, как у компании действительно могли быть реальные основания для того, чтобы она имела место быть, насколько я понимаю. Давайте Сергея из Санкт-Петербурга послушаем. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста. В марте месяце проходил рейтинг самой влиятельной, популярной женщины в России. Такой женщиной была Валентина Ивановна Матвенко. Сегодня она может быть поставлена в один ряд с госпожой Скрынник. И об этом я узнал на вашем сайте сегодня. Это реклама вашей радиостанции. В смысле, что они похожи? Вполне. Ага. Вполне. Я отвечаю за свои слова. Всего доброго. Ну, я не знаю, чем они... Вот я смотрю просто на их фотографии сейчас за нами, они действительно немножко внешне похожи. Что-то такое есть. Хорошо. Мы будем считать, что разобраться в этой истории совершенно невозможно, но мы будем считать, что мы познакомили с наших слушателей с некоторыми соображениями, которые касались дела, неожиданно вдруг возникшей. В этой истории разберется швейцарская прокуратура. Да, 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 да. Роман, спасибо большое за участие в нашей передаче. Вот будем надеяться, что дальше это дело продолжит швейцарская прокуратура, и мы много нового и интересного узнаем о деятельности Елены Скрынник на посту одной организации, другой и так далее. И, как мы уже обещали, мы переходим к громкому заявлению Осипа Блаттера, который вдруг под пытками, не под пытками заявил о том, что все-таки темная была история, не самая светлая история была с тем, что Россия получила чемпионат мира в 2018. Вот, пожалуйста, Андрей, расскажите нам, что вы об этом знаете, что думаете. Не только 2018, но еще 2022. Его заявление касалось двух мундиалей. Я думаю, что стоит для радиослушателей напомнить содержательную часть этого заявления. Он сказал о том, что планировалось по неким дипломатическим каналам на основании некоего джентльменского соглашения провести чемпионат мира 2018 года в России, а чемпионат мира 2022 года в Штатах. И это было бы действительно потрясающе. Две сверхдержавы с интервалом в четыре года примут два крупнейших спортивных турнира у себя. Но что-то пошло не так. Он совершенно четко объяснил, что Мишель Платини позвонил ему в какой-то момент за некоторое время до голосования членов исполкома по этим заявкам и сообщил о том, что он был в Елисейском дворце у Николая Саркази, который сообщил ему, что необходимо будет оттянуть голоса Европы в пользу Катара, потому что это в интересах французского государства. И это сказал Блаттер. И это, кстати, Блаттер сказал в интервью Financial Times чтобы потом не возникло неких курьезов на предмет того, что это трудности перевода. То есть он сознательно давал интервью американскому изданию и знал, что говорит. А вот зачем он это говорит, я думаю, что нам еще предстоит разобраться. Я уже общался сегодня с некоторыми чиновниками и Минспорта, и Российского футбольного союза. Все в шоке. Это без пяти минут предательства, потому что Йозеф Блаттер всегда был нашим сторонником. И заявить такое по большому счету претензий фактических в отношении России не было. То есть все претензии высказывались только британскими средствами массовой информации, которые заявляли о том, что чемпионат мира 2018 года получен был нами не совсем честно. Они приводили разные примеры, была разная аргументация. Тем не менее, со стороны официальных лиц, ну может быть, естественно, те же госслужащие Великобритании тоже подвергали сомнению законность получения нами чемпионата мира, но со стороны FIFA была всегда защита. То есть это был безусловный гарант, я имею в виду Йозефа Блаттера. И когда он заявляет такое, конечно, это фантастика, это удивительно, потому что, во-первых, понятно, что он топит плотини. Он топит плотини сознательно, и в то же время плотини, это все-таки вопрос 2020... Именно этим заявлением или вообще? Нет, этим заявлением. Он заявляет о коррупции. Катар в следующем году, после того, как прошли выборы, приобрел самолеты у Франции на 7 миллиардов долларов. По большому счету, Блаттер признается в коррупции. Ну, он не является сам деятельным участником этой коррупции, но он фактически дает уже свидетельские показания через средства массовой информации о том, что Мишель Плотини вошел в сговор с президентом страны, будучи при этом президентом УЕФА, Европейского футбольного союза. И таким образом поменял расклад по голосам против Соединенных Штатов и за Катар. Он же там сообщает, я имею в виду, Грозефа Блаттера, о том, что я, когда открыл конверт и увидел наименование Катар, победитель, заявки на право проведения Чемпионата мира 2022, я, говорит, не был самым счастливым человеком на этой планете. То есть это, я думаю, что это возымеет колоссальные последствия, это колоссальный эффект в части расследования, которое проводится сейчас и ФБР, и швейцарской прокуратурой, и против самого Йозефа Блаттера, и против членов исполкома ФИФА, которые принимали участие в этом голосовании. Двое из них сейчас ожидают, по-моему, экстрадиции в Соединенные Штаты. И, естественно, сейчас он ставит под удар нашу страну. Я честно вам хочу сказать, я хочу, чтобы этот чемпионат был проведен в России, несмотря на то, что расходы в объеме 600 с лишним миллиардов рублей мне кажутся несколько неправильными и необоснованными. Я просто люблю футбол, мне бы очень хотелось, чтобы этот чемпионат прошел на стране, но вот именно сейчас, мне кажется, Йозеф Блаттер ставит под удар и ставит под сомнение не только правомерность нашей заявки. Да, ведь чемпионат мира 2006 года в Германии, он тоже сейчас оказался под ударом. Он уже прошел, но там местные правоохранители уже предъявляют претензии немецкому футбольному союзу и ведут расследование. Но вот пройдет ли он сейчас в России, я уже не уверен. Вот до этого заявления я был уверен. Почему я не уверен сейчас? Потому что я не понимаю дальнейших шагов Блаттера. Почему он это сказал? И что он скажет еще? Нет. Да, что он скажет еще? Ведь это сигнал четкий. Ребята, я готов говорить. Я уже признал, что два турнира, победа заявок в двух турнирах была предопределена некими джентльменскими соглашениями. Естественно, к нему вопрос, но уже вопрос не со стороны Financial Times, а со стороны компетентных служб. А с кем? И за сколько? Кто? Ну, за сколько? Это не обязательно, что это было возмездно. Даже джентльменские соглашения. Но это и не исключено. Ведь уже Великобритания поставила вопрос перед международным сообществом. Мы потратили 21 миллион фунтов на заявочную книгу. Для чего? Для чего наш премьер-министр летал на встречи? Почему мы, собственно, предпринимали все эти шаги? Не важно, сколько мы голосов получили, не важно, что мы вылетели в первом туре, но почему мы все это делали, если вы уже все решили изначально? Неким джентльменским соглашением. Который может быть назван джентльменским, на самом деле за ним может стоять все, что угодно. Блаттер сейчас сделал явно шаг против нас. И хочется понимать, почему. Если он таким образом идет на сотрудничество с американской юстицией, то, с одной стороны, это даст понять, что творилось, наверное, в FIFA на протяжении последних лет. С другой стороны, это очень печально, потому что это очевидное предательство против российского государства. Да, давайте его еще по статье «Изменник Родич». Родину Родичом. Но я хочу сказать главное, почему это произошло. Я, помнится, в декабре 2014 года общался с одним человеком, которому я доверяю, который очень редко ошибается, это чиновник, и он обратил внимание на то, что в Швейцарии были внесены поправки в антикоррупционное законодательство, в соответствии с которым 65 спортивных организаций, которые там зарегистрированы, опять у нас в Швейцарии, «Скрынник», теперь «ФИФА», они подвергаются дополнительному контролю со стороны швейцарской юстиции. А самое главное, что руководители этих спортивных организаций становятся политически значимыми лицами. Это «politically exposed person», это «PEP» известная терминология, когда фактически они приравнены вот к той же «Скрынник», к тем же госслужащим, и таким образом в отношении их активов и в отношении их операций ужесточается контроль. После этого мне мой собеседник сказал, что сейчас ты увидишь, что будет нанесен удар по «ФИФА» и по Международному Олимпийскому комитету. Что и случилось? Вот, помог еще не нанесен, но он сказал, что это точно совершенно будет. Но по «ФИФА» был? Ну, по «ФИФА» сразу же после этого произошел удар, потому что стали проверять все их операции, то есть их фактически лишили некого иммунитета. И, конечно, заявление господина Блаттера, но даже не само заявление, а его дальнейшие шаги, мы ведь сейчас не можем предугадать, что он будет делать. Это может вызвать колоссальную цепную реакцию. Собственно, мне кажется, частично вызвало, ведь обратите внимание, что он сейчас сослался на свой разговор с Платини, на встречу Платини с Саркази, который повлиял на решение в отношении чемпионата мира 22, и сразу же Саркази прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Я не являюсь конспирологом 80-го уровня, но, тем не менее, я вполне себе увязываю два этих события, потому что сейчас это уже геополитика. То есть как? Ну, тогда уж всю цепочку. Вот он приезжает, и что? Мы не знаем, что он обсуждает. И что он обсуждает по части футбола? Нет, мы не знаем, что он обсуждает, но вопрос в другом. Вопрос в том, что Блаттер фактически сообщил о коррупции колоссальной, о том, что президент одного государства повлиял на решение президента Уэфа в части голосов за чемпионат мира 2022. Получается, что они товарищи по несчастью? То есть он приезжает как к товарищу по несчастью с Саркази сюда? Я сейчас не хочу выгоды делать. Я просто говорю о том, что это сигналы такие, очень любопытные. И мой прогноз, что сейчас, если все-таки Блаттер действительно сделал свой выбор, сделал свой выбор в пользу Соединенных Штатов, а это не исключено, поскольку вся его семья находится на территории Евросоюза, его сын, вице-президент Infront Sports Media, которая реализовывала все билетные программы на протяжении последних лет, включая достаточно сомнительные чемпионат мира в ЮАР-2010. И если он почувствовал угрозу для себя и почувствовал свое положение, понял, что его положение безвыходно, если он сделал вот такой выбор, то я не исключаю, что в отношении нашей страны могут быть приняты серьезные меры, в том числе в части чемпионата мира 2018. Интересно, что тут такая просто забавная внутренняя у нас внутри корпоративная деталь. Сегодня наш билет-редактор, который готовит фотографии для нашего эфира, которую вы сейчас видите, она говорит, ну невозможно найти Блаттера без Путина. Он все время, они все время вдвоем. Нет, это предательство не только России, это предательство Путина в том числе. Помните, как он за него вступился? Вы же помните, он как коршун. Путин нанял специальное интервью, интервьюера пригласил для того, чтобы сказать, как он поддерживает Блаттер и какая сволочь Америка, которая хочет в своих там внутренних... Путину, что бы там ни было, не откажешь ему в одном. Он никогда не нарушает договоренность. Совершенно очевидно, что договоренность поддерживает... Понятно, что он кинулся на защиту. Да, понятно, что договоренность поддерживать президента Блаттера, она имела место, и Путин от своей договоренности никак не пытается уклониться. А вот что сделал сейчас Блаттер, это очень рискованно. Если действительно... Ведь первый шаг какой логический сейчас? Подтянуть каждого члена исполкома ФИФА, а может быть вообще отследить передвижение всех физических лиц, я имею в виду вот эти так называемые дипломатические каналы, кто с кем встречался, и дальше, соответственно, провести расследование, допросить каждого. А если еще Блаттер сообщит это не в интервью о том, какие это были джентльменские договоренности, а главное с кем. Ну, тут, кстати, еще один момент есть. Тут надо еще... Вот я напомню все-таки нашим слушателям, в чем был смысл обвинений и Владимира Путина, и всей российской пропаганды, всех федеральных каналах Соединенных Штатов, что все это, весь этот скандал затеян с расследованием, с коррупцией, затеян только для того, чтобы лишить России чемпионата мира. Вы помните? Ну, отчасти я согласен с этим. Если обратить внимание по времени... Что цель была вот эта? Нет, нет, цель не эта. Ну, вот видите. Цель, она действительно глобальна, и целью, и сам это Блаттер признает, цель не является Россия, цель является само ФИФА, и, может быть, сам господин Блаттер, собственно, он в этом интервью, он показывает Соединенным Штатам, что я рассчитывал, что чемпионат мира 2022 пройдет у вас, но вот Платине своими действиями лишил вас законного права провести этот чемпионат мира. Я думаю, что действительно причиной такого обострения отношений между ФИФА и Соединенными Штатами, если можно так сказать, явилось поражение Соединенных Штатов вот в этой заявочной кампании на право принять турнир. То есть, если бы не было этого поражения, то они бы не стали заниматься, не стали расследовать вот эти счета, вот этих шести чиновников? Я думаю, да, потому что именно после этого, я же вам еще раз говорю, именно после этого в Швейцарии были внесены поправки в антиотмывочный закон, и это было сделано, естественно, под давлением Соединенных Штатов. Это неплохо, то есть мы же всегда за транспарентность, правильно? Пожалуйста. Ну да. Но то, что это могло послужить причиной, я это допускаю. То есть, почему вы увязываете просто по-хронологически эту историю. Давайте посмотрим, что думают наши прохожие на улицах Москвы, как они отвечают на вопрос, как вы считаете, честно ли Россия получила чемпионат мира в 2018? Как вы считаете, честно ли Россия получила право проводить чемпионат мира по футболу? А что у нас в этой жизни честно? Что бывает в нашей жизни? Вообще штука не идеальная. У каждой страны свой интерес. Здорово, что мы отстояли свой интерес. Честно, мне кажется, совершенно, потому что это дело каждой страны, мне кажется. Если дали разрешение, ну, если она хоть как-то получила разрешение, значит, кто-то с этим согласен. А если кто-то с этим согласен, значит, они имеют право. Но мнения у всех разные. Я думаю, что Россия достойна того, чтобы проводить на своей территории чемпионат по футболу. Почему бы нет? У нас очень много для этого сделано в плане стадиона отремонтированной и продолжается ремонт. В общем-то, я думаю, что... А почему тогда все нас обвиняют в том, что мы заплатили, что мы там что-то договорились? Я думаю, что это на фоне общей политической ситуации, когда очень многие сейчас встали в оппозицию против России. Ну, я думаю, что честно. А почему? Ну, потому что я всегда за Россию, мы всегда за наших. Значит, все у нас существенно, пускай будет так. Я плохо разбираюсь в футболе и плохо разбираюсь в экономике, но мне кажется, что такие большие организации, независимо от их местонахождения или еще что-то, они в принципе могут брать... Да, это выгодный бизнес. Но почему-то другие страны, видимо, таким же образом получали право на проведение этих игр, про них ничего не говорят, про Россию говорят? Я думаю, законно. Почему вы так думаете? Ну, потому что нет смысла, собственно говоря, нам препятствовать. Есть определенный порядок, который был соблюден. Если кто-то это сомневается, соответственно, должны соответствующие органы должны провести расследование. Почему нас все обвиняют, как вы думаете? А потому что нас всегда во всем все обвиняют. Ну, чисто по-человечески честно, по политическим взглядам тоже, в принципе, честно. Хотя, честно, можно и уступить ради политики. Ну, если бы это будет в прямом эфире, Владимир Владимирович, большой привет, молодец мужик, хорошо все делаешь. Давай, царь-батюшка, вперед. Ну вот, что вы скажете об этих мнениях? Ну, это говорит о том, что, кстати, заметьте, да, по поводу скринни, просто по полной программе отписочили всех чиновников. Да, да, точно. А вот по поводу страны, не футбола конкретно, то есть, сначала людей спрашивали персонально, а честно ли у нас чиновники, все сказали, что нечестно. А вот, когда речь касается обвинений, обвинений чиновников, все, собственно, с этим согласны, что да, пусть обвиняют. Когда обвинения страны, все стоят грудью на защиту государства, я, кстати, с этим полностью согласен. Хотя за страной в ситуации с торгом и с договоренностями джентльменские или нет, все равно стоят те же чиновники. Ну, поверьте, я считаю, что нужно акцент несколько сместить. Мы должны говорить не о том, честная ли Россия вот в случае с заявкой на право, а честная ли ФИФА была все эти годы. Понимаете, вот самое главное, что если ФИФА себя создала такой, если ФИФА фактически показывает всему миру, что вы не получите турнир. Кто больше виноват, взяточник или взяткодатель? Они по уголовному кодексу виноваты оба. Я считаю, что взяточник, потому что больше. Конечно, больше. Потому что ФИФА поставила условия перед всем миром. Мы дадим вам чемпионат мира, если. И вы считаете, что ни одна страна не могла устоять против таких? Мы все получили право проведения чемпионата мира одинаково совершенно. Но господин Блаттер у нас уже дал согласие все сообщить. Я надеюсь, он расскажет обо всех и не только России. Мы завершаем на этом программе лицом к событиям на волнах радио свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова